В мире существует множество насекомых, и все они чем-то похожи на нас с вами. У них есть свой язык, только вместо слов они используют движения, запахи, прикосновения и разные звуки. Среди них есть много музыкантов. Насекомые умеют дружить, как и мы с вами. Среди них встречаются трудяги, паразиты, тихони и злюки, помощники и вредители. Но все они беззащитны перед нами, и нам нужно их беречь. Давайте рассмотрим некоторые из них. И начнем мы с бабочек. Бабочки – это создание невероятной красоты. Они – рекордсмены природы по разнообразию окрасок. Живут до двух недель, и за такое короткое время умудряются отложить до тысячи яиц. Из яиц появляются прожорливые гусеницы, которые объедают листву. Через некоторое время эти гусеницы скидывают шкурку и превращаются в куколок. А уже из них выходят новые бабочки. Шмель Внешний шмель очень похож на обыкновенную пчелу. Только он крупнее, и его толстенькое тельце густо покрыто волосками. Они живут колониями от 40 до 200 штук. В жаркую погоду около норки можно увидеть неподвижных шмелей, махающих крыльями. Таким образом они охлаждают свое жилище. А в холодную погоду дружно гудят в гнезде, поднимая температуру до комфортных 30-35 градусов. Богомол Богомол – это грозный хищник с треугольной головой, на которой расположены 5 глаз, 2 больших глаза и 3 маленьких. Охотится богомол на пчел и мух, а некоторые даже на лягушек, ящериц и маленьких птиц. Богомол – это бесстрашное насекомое, которое в любой схватке будет идти до конца, даже под угрозой смерти. Стрекоза Стрекоза – быстрая и очень поворотливая. Это лидеры по скорости движения среди насекомых. Они могут достигать скорости 57 км в час. Стрекозы – это полезные и самые прожорливые хищники, которые за день могут поедать порядка 40-50 вредных насекомых, комаров и мух. Поэтому даже маленькие стрекозы постоянно заняты охотой. Самка стрекозы откладывает по одному яйцу в каждые 5 секунд. Божья коровка Существует около 5000 видов божьих коровок. Они бывают не только красного, но и желтого, оранжевого, коричневого, розового и даже полностью черного цвета. Божья коровка приносит большую пользу. Она уничтожает множество вредителей. При возникновении опасности божья коровка притворяется мертвой. Пчела Пчелы – это самые трудолюбивые существа на планете. За год улей может принести до 150 кг меда. На каком бы расстоянии от улей не находилась бы пчела, она никогда не забудет дорогу домой. Цветок, обладающий нектаром, они чувствуют даже если растение находится на расстоянии в километр. В отличие от осы, ужали всего раз. Пчела погибает в ближайшее время. Жуки Жуки живут практически везде – в пустынях и в тундрах, в лесах и горах, в стволах деревьев и на цветах. Жуки всеядны. Они питаются грибками, древесной пылью, растениями, растительными и животными отходами. Благодаря жукам наша планета становится чище. Пауки Пауки очень многообразны, и среди них попадается множество удивительных созданий. В мире насчитывается более 40 тысяч видов пауков. У пауков нет ушей, и звуки они распознают с помощью волосков на лапах. Пауки обитают по всей планете, во всех странах и городах. Почти все они ведут одиночный образ жизни. У каждого паука по 8 ног, а на каждой ноге по 6 колен. Комар Комар – это назойливые насекомые. Стоит летом выйти на прогулку в лес или парк, как тут же вас атакует рой этих мелких созданий. Питаются комары кровью, причем только самки, а самцы, как и бабочки, питаются нектаром цветов. Комары настолько малы, что могут летать между каплями дождя. Оса Осы, как и муравьи, образуют колонии, которые живут в улье. Королева ос может отложить более 2000 яиц в один раз. В жаркую погоду агрессивность ос возрастает, поэтому надо быть с ними очень осторожными, ведь жалят они очень больно. А на их яд реагируют другие осы и присоединяются к атаке. Одна такая колония может достигать несколько тысяч особей. Кузнечик Кузнечик Невероятно прыгучие и пугливые насекомые. Чтобы его поймать, нужно очень постараться. Длина усов кузнечика превышает длину его тела, а его глаза состоят из тысячи маленьких глазков. Кузнечики в основном травоядные, но встречаются и такие, которые охотятся на других насекомых. Муха Мухи – это назойливые насекомые, которые занимают важное место в природе, ведь ими питаются многие другие насекомые. Благодаря своим усикам, мухи чувствуют запахи на расстоянии до 500 метров. Обычная комнатная муха может прожить до 30 дней и отложить за это время до 3000 яиц. Кстати, слепни тоже относятся к мухам. Своё название они получили за то, что во время еды они теряют интерес ко всему окружающему, и в это время их легко прихлопнуть. Муравьи Муравьи – это воплощение трудолюбия. Они создали собственную цивилизацию, подземными городами и множеством ходов. Королева муравьёв может прожить до 30 лет, когда рабочие муравьи живут 3 года. Каждый муравей в муравейнике знает свои обязанности и старательно их выполняет. Весь мусор муравьи складирует возле входа в муравейник, образуя большие кучи. Такие можно часто встретить в наших лесах. Вот мы и рассмотрели некоторые виды насекомых. Если вам понравилось, поставьте лайк и не забудьте подписаться. Субтитры создавал DimaTorzok